всем добрый день у нас в этом году очень сильная жара такая жара которой еще не было поэтому у нас запорожье много растений пострадало подпеклись они под солнцем как бы мы их не поливали то есть мы их поливали старались но это не влияло солнце было настолько жгучие пекучие и воздух такой горячий что к сожалению пострадали у нас растения в этом году очень жаль я так надеюсь что они восстановятся но к сожалению даже несколько хвойных растений 2 точно это golden туя смаракт такая салатовая но вот такая вот вот одна на улице засохла очень красивая взрослая у нас полностью засохла поливаешь и не поливаешь поливали бесполезно и 2 вот там вот засохла тоже сейчас вам покажу ее выкопали мы ее к сожалению 2 у нас пропала вот видите туя golden смаракт была красавица и нет красавицы просто вот так вот на глазах она все засохла вот это все сухое все сухое сухое и ее уже не восстановишь к сожалению мы выбрасывать будем корень вот такой вот вот так вот жара пост повлияла в этот раз на наше растение сейчас вообще покажу другие растения кроме этой то есть я тоже слушала там блогера одного садового и она тоже говоря что западные туи все подгорели вот у нас так же само допустим хвойные другие в порядке все с ними хорошо а вот эти туи вот это особенно golden смаракт да и просто смаракт они тоже все подгорели больше меньше сейчас покажу какие так это шарообразная туя даника смотрите как интересно поливали постоянно видите это зеленая хорошая а вот здесь вот по обгорали вот эти вот у них все бака тут хоть сверху тут можно постричь будет будет нормально и там тоже то есть тут то же самое вот они все пострадали одна только вот зеленый и 2 более менее поэтому ужасно просто в этом году конечно такого еще не было это жара она самая сильная была жаркий воздух и полив не помогал может в каких-то других областях допустим там получше более влажным более климат например на закарпатье там хвойные себя прекрасно чувствует у нас как-то в этом году так все пострадало и гортензия посмотрите то же самое слава богу цветы нормально то что у некоторых и цветы все испортились но листья конечно я специально не убирала хотела вам показать вот видите они все пожглись полив каждый день идет там он мокро влажно мы добавили кору засыпали замульчировали и листья все равно все вот такое вот солнце этом году очень сильно это чуть получше хоть сверху но на покрепче но внизу тоже пожились ну вот там где пожились видите новые листочки уже нормально идут вот когда было солнце вот это жаркая сильно это в июле было у нас и вот эти листья все обгорели видите а новые уже растут нормальные это радует хоть как-то но вид уже испорчен конечно да тут сейчас тоже мы перекапываем тут растения магнолия вот магнолия дженни то же самое видите у нее вот ожоги листьев вот они это все именно из-за жары было вот тут она кстати собирается цвести я вижу вот у нее бутоны будут листья конечно поподпорчены и из-за этого уже вид не тот я надеюсь в следующем году будет все хорошо и не будет такой аномальной жары ведь даже злаки которые как бы считаются выносливыми при том что их поливали постоянно а все равно видно что они такие чуть-чуть чахленькие подсохшие вот хотя если брать ель сосны они нормальные вот у нас на штамбе главка глобоза вот это белобог видите все хорошо вон сосна то есть они не пострадали в такую жару более выносливые у нас они получаются считаются вот эти хорошо тоже кипарисовики вот дерен тоже такой сейчас покажу листья не очень они такие так же само вот они подсыхают поливаем каждый день он даже мокро здесь сейчас там вот что с ними творится видите вот дерен никак не хочет быть красивым сочным я не знаю пока что вот оно все такое не очень розы нормально вот розы все хорошо цели какие-то цветают какие-то дальше цветут пихта у нас пострадала очень сильно вот пихта смотрите она у нас и так была чахлая мы каждый год старались и подкармливали это она вот какая-то она сразу не прижилась и вот такая бялая болезненная была и сейчас она пострадала прям очень сильно обгорели у нее все хвоинки вот сухое но она как бы живая внутри но вид конечно не очень и верхушка смотрите что случилось вот такая пихта вот она уже несколько лет обгорает на солнце но в этом году самое больше из-за этой жары так вот некоторые растения нормально то есть гибискус у нас он отлично пожалуйста эти можжевельники очень хорошо все нормально с ними у нас их много на участке все хорошо вот а здесь да кстати еля крокона видите здесь вот внутри она конечно тоже пострадала но сверху хорошие побеги значит она перенесла еще более-менее там внутри просто нужно будет почистить они уже к сожалению не восстановятся эти все такого ли это у нас еще не было это просто ужас какой-то жарища такая вот и растением плохо было вот ельхупси нормальная слава богу даже вегела вот смотрите все хорошо с ней в принципе растения многие у нас находятся на солнце полу полу тени но даже в полу тени вот там вот кстати да вот за березкой той вот там же был это была туя golden smarag там посажена и она полностью высохла пришлось в ее выкапывать при том что как бы березка достаточно много тени дает и ей там должно было быть комфортнее чем тем которые вот у нас на улице на солнце в общем каждая из них повела себя совершенно по-разному вот у нас гортензия фантом за домом вот она более-менее всех потому что здесь действительно тени и видно это ее спасло вот она уже начинает розоветь немножечко но конечно ведь все равно не такой как был в те года и цветы мельче том году такие шапки были крупные вот в общем все пострадали у нас растения вот калина хорошо калина чудесно уже начинает краснеть вот она меня радует очень он какая шапка гортензии классная вот она гортензии мне кажется есть немножко хлороз надо будет брызгать опять видите листья вот некоторые на это хлороз ох и с этими растениями то одно то другое вот тут ту и smarag смотрите тут хорошо все сейчас покажу с другой стороны вот видите ту и smarag здесь хорошо но здесь действительно такая полутень им здесь комфортнее даже вот golden smarag нет ожогов нет засохшей хвой там конечно пострадали на солнце это понимаю все и их лучше всех сажать и в полутень вот и гортензии в том числе это говорят гортензии любят солнышко я смотрю что они то его любят но не настолько потому что они обжигаются листья сохнут сами цветы и сохнут как только жара сильная им некомфортно вот с этой стороны гортензии смотрите как видно хорошо что она уже развела вся красиво уже смотрится такая розовеет здесь покрупнее внизу мелкая совсем дербейник это тоже такой интересный когда мы покупали вот он в садовом центре он рос возле воды и там были такие крупные более густой куст он был ниже но он был такой более насыщенный цветами я обрезаю ну осенью полностью его но почему-то какой-то куст такой здоровых как ну бурьян такой получается не знаю почему он так растет как-то сильно высоко в общем ладно вот поэтому видите как какая разница на солнце когда посажены растения вот в этом году вот из-за этой очень сильной жары растений не выдержали полив был постоянный то есть и дождевание было вечером конечно же когда нет жары уже хотя если так считать то у нас жара была до самого позднего вечера просто держалась очень было так сложно вот то есть я считаю что лучше всего выдержали типа рисовики все целые слава богу все хорошо адаптированы хвойные это эти сосны и ели голубые вот у нас частности хорошо тоже и это из хвойных я имею ввиду вот а вот все туи golden smarag просто туи да не которые они все пострадали все обожглись ну и пихта пихта сама по себе то у нас я уже показывала каждый год чахлая гортензии тоже пострадали сейчас вам еще одну гортензию покажу вот там совсем плохо уже так вот розы на штамбе тоже нормально видите все растут цветут правда цветы небольшие но они такие же ароматные но по крайней мере нет ожога ничего нет это вот большой плюс вот вот это гортензия на штамбе которую мы посадили в том году она видите как обожглась вот это все новые уже листочки это большой плюс что она начала расти но все которые были они все вот так вот по засыхали вот полностью ну и конечно же цветы смотрите что с цветами вот они плохо плохо себя чувствует и вряд ли они будут вообще вот они по засыхали то есть полив тоже каждый день идет но новые хотя бы листочки вот они сформировались то есть вот такой стресс был для нее очень сильные и она находится до конкретно на солнце мы посадили ее здесь перед этим вот типа рисовик пожалуйста растет такой же здоровый мы хотели сюда еще досаживать что-либо а теперь уже не досадим потому что кипарисовик занял всю территорию а гортензия на солнце себя очень плохо чувствует и вот она какая не очень сейчас уже жара поменьше немножко и поэтому листья пошли они уже не засыхают поэтому все такое а вот это вот еще а до бересклет отлично смотрите какой красавчик все хорошо с ним тоже розы все нормально на них не подействовало самшиты нормально тоже вот они все хвойные пострадали очень грустно я знаю что у многих блогеров я смотрелась уже садовых у них также само хвойные некоторые пропадали по обжигались и вот особенно вот эти туи сморакт пострадали как-то им тут не очень хорошо сейчас еще покажу остальные туи вот у нас сзади дома тоже туи высокие взрослые тоже все нормально в тени более-менее смотрите еще вот это туя слава богу она целая и только края у нее пообрали вот они видите просто от солнца солнце так пекло сильно ничего я надеюсь это спасется больше все зелененькая внутри тут тут немножко но живая еще в божьей коровке тут целая куча вот так вот у нас растения в этом году вчера бульян порвали перекопали здесь теперь чистенько аккуратненько и здесь только граблями нужно будет выровнять солнце такое уже концу августа подходим лето заканчивается скоро осень в школу скоро опять снова но у нас онлайн школа растения в этом году пострадали две туи голден сморакт мы выкопали убрали их уже их нет смысла спасать потому что они будут за такие чахлые чахлые лучше уже тогда посадить что-то новое и снова растить мы уже так пытались потом все равно погибали это большой стресс для них видно и они не справились с ним вот и гортензии красотки видите как у них листики по опекались но дальше цветы хоть нормальные уже красивые и да кстати мы дерен замульчировали вот видите под эту вкруг приствольный насыпали хвою у нас была от можжевельника и под закрыли его потому что нас тоже вот он совсем не радует я не знаю почему поливаем постоянно очень жаль как-то листья все прям вот сухие листья они не хотят расти нормально видите грустно конечно но вот тут вот новые пошли уже нормальные вот я вот показываю немножечко тоже пересушила все на солнце весной было все хорошо вот так вот дерет хотя говорят он неприхотливый только поливайте поливаем но тут он расположен на солнышке сегодня такое красивое небо голубое красота все равно он сохнет видно даже очень надо будет побрызгать антистресс опять от жары жара у нас серьезная в этом году как никогда напишите как у вас какие растения пострадали какие нет как бы вообще как вы как растение перенесли это лето эту жару или может у вас не было такой жары напишите будет интересно у кого какая ситуация всем спасибо за просмотр ставьте лайки мне будет очень приятно пишите комментарии спасибо за обратную связь до следующих видео пока